ДК Ильича Именно в ДК Ильича И его подвалах спрятано золото Партии Далее со слов знакомого опера Я рассказываю эту историю Перед самым концом деятельности ДК В конце 2002 Начале 2003 года В округе начали пропадать Подростки Тогда страну захлестнула Одна из волн кризиса И версии сводились к тому Что дети из неполагополучных семей Уходили сами Но потом начали пропадать дети Из обеспеченных семей И начались серьезные поиски Связывать пропажу детей Из неблагополучных И из обеспеченных семей Никому не приходило в голову Кто-то выдвинул версию О похищении с целью выкупа Но эта версия не оправдала себя Так как у семей Даже благополучных Не было каких-то серьезных денег На выкуп Потом приняли решение О поиске около железной дороги Была подключена транспортная Тогда еще милиция Было обнаружено множество случаев Воровства запчастей С вагонов и локомотивов Беспризорными Были зафиксированы случаи Из-за цепинга Но Поиски на Днепропетровске Центральном Ничего не дали А пропажи подростков Отмечались С завидным постоянством Потом было принято решение Обыскать территорию завода Имени Петровского Пропавших подростков Следы не были обнаружены Но нашли труп женщины Пропавшей Три недели назад Также в технологическом пруду Было обнаружено тело Предположительно человека Без определенного места жительства Следствие по факту пропажи детей Уже было готово завершиться Обыкновенным Как говорят на профессиональном языке Висяком Если бы не народная малова Сторож трамвайного депо Жаловался Что иногда по ночам Пахнет жареным мясом И работать захлебываясь с сельной Сложно А недавно На его сменщика Напала сторожевая собака Без какой-либо Видимой причины И если бы не водитель Служебного трамвая Который ломиком Для перевода стрелок Не вступился То собака Загрызла бы охранника А так он отделался Поеденным бедром И порванной Девогрейкой Сторожа Посылали стереть трамвай Подумав Что он всю ночь Пьянствует И надеется На сытную закуску А в один день Лейтенантику В голову пришла идея А именно Обследовать ДК Ильича И этого же лейтенанта С опытным майором Отправили в ДК Весь день потратили На то Чтобы облазить Все это огромное здание Майор просто бесценно Ходил По хитросплетениям коридоров А лейтенантик Рыскал по комнатам Классам Кабинетам Коримеркам В поисках Хоть чего-нибудь В один момент Уже под вечер В семь Пол восьмого Офицеры Добрались до входа На чердак Открыв двери Они погрузились Во мрак Но майор взял с собой Утром Китайский фонарик И как оказалось Не зря Пробираясь Через секции Чердака Горы хлама Битого кирпича И гнезд разных птиц Лейтенант Обратил внимание Майора на то Что последняя секция Чердака Отделена стеной Дверью Которая вообще Не вписывалась В общий Ансамбль Разрухи И запустения То что скрывалось За дверью Не испугало Майора А лейтенанту Пришлось Вырыгаться Через разбитое Стекло Мансард За дверью Скрывалось Логово каннибала У лужи крови Куски мяса Трупный смрад В углу Стояла маленькая Самодельная Электропечка А рядом Журчал Старый холодильник Под слуховым окном Стояла Тахта На которой В лучах Заходящего солнца Лежал Выбритый человек На вид Лет 60-65 Следующим утром На злосчастный чердак Такая леча Отправили наряд Который И доправил его В отделение На допросе Дедок Назовем его Игорь Павлович Откровенно Рассказал Что съел Трех детей Но на деле Были обнаружены Останки Более чем Трех детей Среди которых Была девушка 16 лет Услышав шаги В заброшенном здании Ее кавалер убежал Бросив дому Сердце Одно Игорь Павлович Не сразу убил ее А только оглушил Тыльной стороной Топорика Потом он Приволок ее К себе на чердак И привязал ее К ножке Удалось освободиться Но дверь В каморку На чердаке Была закрыта И она решила Выбраться Через окно Но Игорь Павлович Проснулся Вскочил И добил ее Топором После чего Сыпно от ужина Его профессия И помогла И помогла Обустроить Своё логово Сам он был Электриком В этом ДК И знал Все ходы и лозы Досконально Через технологические Отверстия И переходы Он выслеживал Незваных гостей Почему он Вдруг стал есть Людей Неизвестно На все вопросы Он отвечал Не знаю Найти его семью Родных Или знакомых Не удалось По траха людей Он скармливал Собакам С Депом Вот поэтому Собака И напала На сменщика Потому что Она Теперь Жаждала Человеченки А кости Он закапывал Во внутреннем дворе Пропало же Семь детей Останки Пятей нашли Еще двух Нет А может И вправду Есть подземелье И Дека Ильича